Всем привет! Сегодня подготовила для вас мастер-класс, как сделать красивую птичку своими руками из обычных ниток. Для таких поделок в технике макраме подходят нитки из катона стопроцентного, то есть не скользкие. Они бывают разные, в том числе для вышивки. Также нам понадобится колечко, можно взять огромное какое-нибудь, можно маленькое, любое колечко. И какая-нибудь красивая бусинка. Она должна быть не сильно большой. Вот такое вот соотношение будет отлично смотреться. Я возьму вот это колечко и вот эту бусинку. И использую остаток синей пряжи. Берем несколько ниточек, собираем в пучок. Ориентируемся на отверстие в бусине. Если оно у вас очень маленькое, то может быть там влезет только две нити или одна. У меня в принципе среднее отверстие, поэтому я взяла три нити. Вот так вот заправляем в кольцо и края затягиваем в петлю. Теперь можно нанизать бусину. Если у вас несколько нитей и не получается сразу нанизать бусину, можно воспользоваться клеем. Каким-нибудь таким вот быстросохнущим. У меня вот такой детский под рукой. Хорошо подойдет клей в стике. Достаточно вот так просто смочить края. И они становятся твердыми. И легко на них получается нанизать бусину. Вот таким вот способом. Размещаем ее. И теперь делаем два узелка в технике макраме. Опускаем край нити в кольцо. И теперь затягиваем его в петлю. Вот так вот. Раз. Подтягиваем. И делаем то же самое. Край нити в кольцо. И вытягиваем этот край через петельку. И затягиваем. То же самое нам нужно сделать с другой стороны. Край нити в кольцо. И затягиваем в петлю. И еще раз. В кольцо. И затягиваем в петлю. Можно эту ниточку сделать подлиннее. Теперь нам нужно сформировать пучки из ниток. Длиной 25 см. Для этого я беру вот такой вот картон. И вокруг него обматываю нить 15 раз. Можно меньше, можно больше. В зависимости от того, какое вы колечко выбрали. Нам нужно пучки ниток собрать. Длиной 25 см. Если у вас большое кольцо, то естественно вы тогда делаете пучки длиннее. Может понадобиться разное количество. Поэтому я несколько сделала. И буду смотреть уже потом. Нужно ли будет добавлять или нет. Собираем вот так вот. Ниточку. И вот эти вот первые нити, которые мы будем завязывать, нам нужно сделать один край длиннее другого. Я так вам показываю. Это, наверное, слишком будет. Большая разница. Можно меньше сделать. Просто для наглядности. У вас один край верхней нити должен быть длиннее, чем другой. Не обязательно вот такую большую разницу. Но тут вот так вот получилось у меня. И теперь со второй стороны бусины то же самое. То есть вы складываете нить так, чтобы верхний край был длиннее, чем нижний. Делаем петельку. Вставляем ее в круг. Заправляем края в петлю. И затягиваем вот таким образом. Вот у нас получается два длинных хвостика. Дальше нам просто нужно подравнивать края нити. И вот так их в петлю точно так же заправлять. Просто они теперь уже будут на одинаковом расстоянии. С одной стороны. И то же самое делайте с другой. Заправили петлю в круг. И заправили потом края в петлю. Все подтягиваем хорошенько. И продолжаем до тех пор, пока полностью не заполним, не закроем вот это вот колечко. В зависимости от того, какое колечко выбрали, вот этих вот пучков может быть разное количество. Вот мне немножко не хватило. Я сделала еще. Также если у вас нити толще, то вы, например, можете не 15 нитей наматывать на картон, а меньше или наоборот больше. То есть там уже смотрите, как вам больше нравится, чтобы эти пучки были более пышными или более тоненькими. Вот мне не хватило синей нитки, синей пряжи. И я решила добавить другой цвет. Ну вот, например, можно вот такие вот нитки по типу мулине тоже использовать. Опять же наматываю 15 раз вокруг картона. И разрезаю напополам. Вот получаю два пучка нитей. Кстати, вот с мулине они получились толще, эти пучки, чем с ириса ниток. Единственное, обязательно пряжа не должна быть скользкая. Я когда-то пробовала из акрила. В принципе, все получилось, но мороки гораздо больше. Немножко скользит, она не так хорошо формируется в пучке. Так что лучше ниточки катоновые. Теперь я фиксирую так скотчем, можно любым, не только таким бумажным, обычным скотчем. Главное, немножко зафиксировать, чтобы было удобно оплести. Берем вот эти длинные нити, скручиваем их немножечко, кладем сверху. И затем берем следующий пучок, кладем вот таким образом сверху и вокруг обматываем. И затягиваем. Один раз. И делаем то же самое. Кладем короткий пучок сверху длинного и вокруг него затягиваем. Получается красивый такой узелочек в технике макраме. Отделяем следующий пучок. И делаем с ним то же самое. Обматываем его два раза вокруг вот этой вот длинной нити. Опять кладем сверху, вокруг и края затянули. Один раз. И второй раз опять сверху, вокруг и затянули. Если вам узелочек не понравился, его можно распустить спокойно. Тут ничего страшного не будет в этом. И так мы завязываем по два раза вокруг этой длинной нити все вот эти пучочки по очереди. Разделяйте их. Можно не разделять, кстати, можно сразу два пучка одним одновременно. Здесь тогда будет узелочек побольше. Но мне больше нравится каждый пучок отдельно вокруг нити завязывать. Получаются красивые узлы. Можно вот эту нить, вокруг которой вы завязываете, чем-то пометить как-то ее, может быть, скотчу кусочек наклеить, чтобы вы не запутались. В принципе, видно, где она находится. Но когда она заканчивается, она становится короткой. И можно перепутать ее с другими нитями. С другой стороны мы делаем то же самое. Опять берем эту нить основную, кладем сверху и вокруг нее завязываем поочередно все пучки два раза вокруг вот этой вот основной нити. Один и второй раз. Если узелочек не понравился, распустили и завязали по новой. Не забываем подтягивать немножко, подкручивать пряжу, чтобы она лучше держала сам пучок, чтобы нитки не выбивались. И вот так вот формируем красивые узелки. Так, у нас осталась теперь только вот эта нить. Снимаем скотч. Разделяем точно так же на пряди. И таким же способом вокруг нашей силой нити затягиваем по два узелочка. Каждый пучок по два. Затянем две. И с этой стороны повторяем то же самое. Основную нить, сверху на нее кладем пучок и затягиваем его в петлю. Один раз. И второй раз. У нас остается два хвостика. Их точно так же завязываем. Один кладем на другой. И вот так вот вокруг делаем два узелка. Теперь можно будет формировать нужную нам форму. Для этого отлично подходит лак для волос сильной фиксации. Можно, в принципе, каким-то специальным спреем для макраме воспользоваться или крахмалом. Ну, честно говоря, так удобно лаком. Он цвет не меняет, хорошо держит форму. Единственное требование к нему это сильная фиксация четверка, пятерка и выше. Вот так вы хорошо смочивните полностью, чтобы они пропитались. Раскладываете их. Можно ножницами помочь себе, можно расческой. Даете этому всему высохнуть. И форма готова. Все отлично держится. Теперь можно обрезать лишнее и делать хвостик и крылышки нашей птички. Очень удобно все обрезается. Большими ножницами это делать удобнее. Сформируйте сначала одно крылышко, как вам нравится такой формы. И потом, уже смотря на него, второе делайте симметрично. Опять же, напоминаю, это изделие может быть любого размера. Даже очень большого, например, на стену в виде панно. Может быть, малюсенькое для украшения на шею. Мне кажется, даже сережки можно так сделать. Я решила еще добавить бисера, чтобы немножко подержать вот этот цвет, который второй я добавляла, бирюзовый. Нанизываем бисер на ниточки. Вот так просто отделяете и нанизываете. Это очень легко сделать, потому что нити стали жесткими после лака. И на них очень легко нанизать. После того, как вы бисер нанизаете, еще нужно будет обязательно один раз скрыть все это лаком, чтобы опять хорошенько зафиксировать бисер и нити вернуть на место. так вот буквально немножко в хаотичном порядке добавляем бисер для сияния. Получается вот такая вот штучка. В таком размере, мне кажется, отдельно будет в виде украшения на сумку. Можно будет, в принципе, и на елочку такие штуки делать к Новому году. Вот я делала еще одну синюю. Можно сделать такие подарочки, сувениры своими руками для своих друзей или близких. Они очень мило смотрятся, интересные, необычные. Можно дарить такую синюю птичку, как талисман на удачу кому-то из друзей или добавить красивую коробочку и продавать даже, в принципе. отец к . . . .